Лесозаготовка А сегодня речь пойдет о первой пятилетке, то есть о периоде с 1928 по 1932 год В это время у нас закончился НЭП и был взят курс на индустриализацию, то есть за 10-15 лет страну предстояло превратить из аграрной в индустриальную А для строительства, машиностроения, химии и прочих отраслей промышленности требовалось резко увеличить заготовку сырья, в том числе леса Формально курс на индустриализацию был обозначен на 14 съезде ВКПБ в декабре 1925 года Тогда было дано распоряжение о составлении первого пятилетнего плана Но основная, как сейчас модно говорить, движуха в этом направлении пошла именно в 1928 году И практически одновременно с океаном в североамериканских Соединенных Штатах 24 октября 1929 года разразился биржевой кризис Он сначала стал причиной Великой Депрессии в самих Штатах, а позже спровоцировал и глобальный мировой экономический кризис Но для индустриализации это событие оказалось как нельзя кстати Разорившиеся фирмы продавали за полцены целые заводы на корню А импортные специалисты высокой квалификации стояли в очередях, чтобы заключить контракты для работы в СССР В принципе, мы и до этого не сильно страдали от отсутствия возможности купить за рубежом лицензию или завод для выпуска современной техники Например, автозавод Форда в Горьком мы начали строить за несколько лет до кризиса Но приятный бонус в виде обвала цен на зарубежные технологии молодой стране советов пришелся очень кстати Однако давайте вернемся на родные просторы и посмотрим, что же творилось в те годы в наших лесах А творилось там не особо здорово, потому что советская лесная промышленность конца 20-х по уровню развития сильно отставала от, скажем, машиностроения или энергетики Заготовка леса продолжала отличаться ярко выраженной сезонностью, широким использованием ручного труда и конной тяги и отсутствием постоянных квалифицированных кадров В 1928 году стало ясно, что лесозаготовки нужно вести не как бог на душу положит, а в соответствии с единым планом хозяйственного развития, который бы утверждал Госплан Ну и в рамках реализации этой программы ликвидировали сдачу лесосек с торгов и закрепили их за постоянными заготовительными организациями За лесопромхозами На лесозаготовках ввели разделение работ, то есть вывозку и рубку должны были теперь производить отдельные бригады А разрозненные лесопромхозы одной области начали объединять в крупные государственные тресты Например, в мае 1930 года в Сибири был образован Сиблест-трест, в который вошли сразу 25 лесопромхозов Для разработки и создания новых машин и технологий в 1928 году в Москве был основан ВНИИДЭ Всесоюзный научно-исследовательский институт древесины Он имел несколько отделений и опытных станций, в том числе в Новосибирске, Ленинграде и Свердловске Но удаленность ВНИИДЭ от перспективного района лесоразработок от Сибири Привело к образованию в 1930 году Сибирского научно-исследовательского лесопромышленного института Сибнили Который сначала находился в Новосибирске, а чуть позже переехал в Красноярск В состав Сибнили вошли Сибирское отделение ВНИИДЭ и Сибирская краевая лесная опытная станция Сам же ВНИИДЭ был в 1932 году реорганизован и на его базе создан ЦНИИМЭ Центральный институт механизации и энергетики лесной промышленности И институт этот просуществовал вплоть до развала СССР Ну вот вроде бы обо всех глобальных событиях, так или иначе повлиявших на механизацию лесной индустрии я сказал А теперь давайте рассмотрим эту самую механизацию во всех подробностях Для начала взглянем, как обстоялись дела с тяговыми машинами То есть с тракторами, паровозами и прочими самоходами На Кировском заводе в Ленинграде вплоть до 1932 года продолжался выпуск колесного трактора «Фордзон Путиловец» В общей сложности их сделали около 42 тысяч И кроме сельскохозяйственных тракторов на металлических колесах со шпорами Завод в небольших количествах выпускал модификацию на пневматических шинах Для работы на грунтовых и мощенных дорогах в качестве тягача На Обуховском заводе, опять же в Ленинграде, до 1930 года выпускали гусеничный трактор «Большевик» Общий объем составил более тысячи тракторов На паровозостроительном заводе в Харькове до 1931 года делали копию немецкого «Гономага» под маркой «Коммунар» Всего их выпустили около двух тысяч И таким образом в первую пятилетку Советский Союз закончил выпуск устаревших моделей и колесных, и гусеничных тракторов А их сиюминутная потребность закрывалась за счет закупок импортных машин В основном это были американские гусеничные тракторы «Клитрак» и «Катерпиллер» Но эта мера была временная, потому что в Челябинске в 1930 году началось строительство огромного завода для выпуска русского «Катерпиллера» И первые тракторы с его конвейера сошли уже в первый год второй пятилетки, в 1933 И позволили полностью отказаться от закупок зарубежных машин А вместо 20-сильного «Фордзона» на двух новых тракторных заводах В Сталинграде с 30-го и в Харькове с 31-го Стартовал выпуск более мощного 30-сильного колесного трактора СХТЗ Который был копией американского трактора «Интернационал» Параллельно велись масштабные испытания импортных тракторов Среди которых встречалась и откровенная экзотика Ну вот, например, сейчас на экране трехопорный трактор «Юба» С гусеничным ходом на задней тележке и опорным колесом спереди Но еще были такие тракторы, как «Раштан», «Шток» Но все их мы еще встретим в этой серии, но чуть-чуть попозже И в результате испытаний выяснилось, что для трелевки и вывозки леса Наиболее приспособлены гусеничные тракторы мощностью от 50 лошадиных сил Но учитывая огромное количество выпущенных «Фордзонов» Их тоже пытались приспособить к вывозке леса Проходимость при этом пытались улучшить при помощи сменного гусеничного хода Который покупали за границей Лучшей такой конструкцией была гусеница «Траксон» Однако она стоила около 2000 рублей с золотом При том, что сам отечественный «Фордзон» обходился в 3000 наших советских рублей Но главное, толку от такой переделки все равно было мало Потому что маломощный двигатель сводил на нет возможности трактора на лесном бездорожье Но тем не менее, некоторое количество таких переобутых колесных тракторов В лесной промышленности все же работало И не только «Фордзонов», но и более новых «СХТЗ-1530» Пробовали и совсем уж экзотические решения Например, на Пчевжинской базе зимой 28-29 года Испытывали «Фордзон» со шнеками вместо колес Но, как и следовало ожидать, для лесозаготовок этот вариант признали непригодным В то же время «Фордзоны» и «СХТЗ» успешно работали на смежных операциях Например, на приводе погрузочных кранов-дериков или стационарных насосов На колесный трактор можно было установить трелевочную или корчевальную лебедку Небольшую пилораму, снегочистительный отвал или грузоподъемную стрелу И при общей нехватке специальных машин в годы первых пятилеток Работы у колесных тракторов на лесозаготовках было много Отдельная тема мотовоза из колесных тракторов Но о них я расскажу чуть позже, когда речь пойдет о лежневых дорогах Теперь про автомобили На московском заводе АМО была проведена, как тогда говорили, реконструкция Хотя, по сути, был построен новый современный завод И в 1930 году взамен 35-сильного АМО F-15 Начался выпуск грузовика АМО-2 с двигателем мощностью 66 лошадиных сил Это была вполне современная на тот момент машина В основе которой был американский аутокар И за год успели построить 1715 грузовиков В 1931 году ей на смену пришел АМО-3 А его, в свою очередь, в 1933 сменил легендарный ЗИС-5 Двойка и тройка от АМО были вполне современными и серийными машинами И в отличие от АМО F-15 Поступали в леспромхозы и на опытные лесные станции регулярно Хотя и в небольших количествах В Нижнем Новгороде при активном участии Форда Началось строительство большого завода для выпуска лицензионных легковушек ГАСА и грузовиков ГАСАА Одновременно в Москве начали строить завод поменьше Для сборки этих машин из американских машинокомплектов Собственно и в Нижнем, пока строили завод С 1929 года собирали заокеанские полуторки из фордовских деталей Так что эти машины тоже начали появляться на лесозаготовках в первую пятилетку А вот ярославские пятитонные грузовики на лесозаготовки не поступали Почти все они уходили на строительство и в армию Золотой век ярославских дизелей на лесозаготовках начнется после войны Но об этом поговорим позже Теперь давайте посмотрим на рельсовый транспорт В 1928 году на Коломенском заводе Начался выпуск первого советского узкоколейного паровоза серии 157 Весом 26 тонн с нагрузкой на ось 6,5 тонны В 1930 году ему на смену пришел более легкий 16-тонный паровоз серии 159 С осевой нагрузкой 4 тонны И именно он стал в довоенный период основным локомотивом на лесовозных узкоколейках Мотовозы с двигателем и трансмиссией тракторов Артзон продолжали выпускать на Путиловском заводе Причем и для широкой колеи и для узкой Они были не очень надежными и поставлялись в основном в промышленность Но учитывая, что до 1932 года сделали 2532 такие машины Отдельные экземпляры вполне могли попасть и на лесозаготовки А на Калужском заводе в 1931 году начали серийный выпуск мотовоза серии М для широкой колеи Сначала с 40-сильным двигателем Форд, а потом и с более мощным ОМО Его узкоколейный собрат появился немного позже, уже во второй пятилетке Поэтому подробно об этих мотовозах я расскажу в следующей серии А заодно и о новых отечественных вагонах для лесовозных узкоколеек Потому что их производство только-только начиналось в 1932 году Но и в завершении темы тяговых машин нельзя не сказать пару слов о газогенераторах Рассвет их производства пришелся на годы второй и третьих пятилеток А в рассматриваемый нами период транспортные газогенераторы находились в стадии разработки и испытаний Начиная с 1928 года в СССР были ввезены и испытаны зарубежные газогенераторы многих фирм Таких как Автогаз, Мальбе, Трактор, Пип, Сагам, Рено, Рекс, Берлие В результате испытаний была выявлена высокая надежность генераторов Рекс и Берлие В частности Рекс испытали в пробеге Ленинград-Москва-Ленинград В дальнейшем автомобиль с этим генератором проработал на вывозке леса в течение года А трактор Клитрак два зимних сезона Газогенератор Берлие на тракторе Клитрак успешно испытали в монетном леспромхозе Урал-Леса Но после испытаний не копировать, не покупать лицензию на импортный генератор мы не стали Потому что своих разработок было, что называется, выше крыши И некоторые из них были как минимум не хуже буржуйских Разработка советских газогенераторов началась задолго до первой пятилетки Начиная с 1923 года профессор Наумов экспериментировал с генераторами на древесном угле А инженер Деколенков на дровах Наумов в 1928 году создал проекты газогенераторов У-3 и У-4 для трактора Коммунар И У-2 для грузового автомобиля Работавший в институте Висхом инженер Веденский предложил в 1930 году генератор В-3 для трактора Коммунар А самым успешным проектом транспортного газогенератора стал пионер Сергей Деколенков В начале 30-х 20 газогенераторов пионер Д-7, работающих на швырковых дровах, установили на тракторах Коммунар, Клитрак и Катерпилар После успешных испытаний института древесины они отправились на работу в леспромхозы А модернизированные генераторы Деколенкова в дальнейшем стали первыми массовыми моделями советских газогенов Тема газогенераторов настолько огромна, что по ней можно сделать отдельный ролик, а то и два Поэтому сейчас я рассказ о них закончу и вернусь к механизации транспортировки леса Как я уже говорил, основным типом вывозки леса продолжало оставаться вывозка лошадьми на крестьянских санях-дровнях С силами сезонных рабочих из числа окрестных крестьян Им незачем было думать ни о рационализации, ни о механизации И леспромхозы обратили свое внимание на зарубежный опыт Опыт этот, во-первых, можно было подсмотреть и у зарубежных лесных концессий, которые работали в СССР А во-вторых, как раз в 1927 году на русском языке вышла книга «Перевозка бревен на санях» Это был учебник для американских лесозаготовителей И в нем было подробное описание передовых технологий и машин с чертежами и схемами И самыми приглянувшимися нам новыми методами заготовки леса стали большегрузные сани и снежно-ледяные дороги На этой схеме показаны профили двух дорог Сверху обычный снежный, а снизу снежно-ледяной Как видите, полозья саней на снежно-ледяной дороге скользят не по снегу, а по слою льда И испытывают гораздо меньшее сопротивление движения Соответственно, на сане можно нагрузить гораздо больше бревен И та же самая лошадка спокойно вывезет всю эту кучу на склад Снежно-ледяные дороги бывают бесколейные и колейные А колейные, в свою очередь, делятся на дороге на снежном основании и на земляном Дороги на снежном основании строятся на толстом слое предварительно укатанного снега И для них не нужно проводить расчистку и профилировку просеки Потому что все пеньки, ямы, камни и прочие неприятности уходят под снег и не препятствуют движению Нужно только поплотнее укатать будущую трассу дороги и залить сверху водой На бесколейной дороге, ее профиль как раз сейчас на экране, полотно заливается по всей ширине Плюс нужно обязательно сделать бортики высотой 10-15 см, чтобы сани скользили только вдоль А не мотылялись влево-вправо по льду и не вылетали на обочину Кстати, сейчас на экране вы видите пару снимков бесколейной ледяной дороги Финской концессии Репола-Вуд, которая работала у нас в Карелии Такая дорога простая и дешево в постройке Плюс по ней могут двигаться сани с любой шириной клеи И дровни, и панкореги, и большегрузные Но есть и ощутимый недостаток И полозья саней, и копыта лошади, и колеса или гусеницы трактора Движутся по одной ледяной поверхности и разрушают ее быстрыми темпами Плюс расход воды на обледенение такой большой дороги Настолько огромен, что постройка ее возможна только в местности с достаточным запасом жидкости Колейная дорога на снежном основании немного сложнее и дороже Но зато эффективнее Планировка и укатка снега здесь проводится точно так же, как на бесколейной Только без бортиков А затем в снегу нарезают две колеи Расстояние между которыми соответствует ширине между полозьями, работающих на дороге саней И обледеняют только эти колеи, оставляя остальную часть полотна нетронутой Из плюсов такой дороги Снижение затрат при постройке Потому что нужно на порядок меньше воды И снижение затрат при ремонте Потому что копыта лошади или гусеницы трактора идут по снегу и не разрушают ледяную корку в колеях Из минусов необходим парк однотипных саней с определенной колеей И нужен специальный агрегат для нарезки этих самых колей Колеерез И последний тип – дорога с колеями на земляном основании Колеи здесь нарезаются в земле до первых морозов А как только суточная температура уходит в устойчивый минус Колеи заливают водой и обледеняют Такая дорога требует больших затрат на приведение в порядок трассы Корчевку пней, засыпку ям, уборку камней Зато служит на пару месяцев дольше дороги на снежном основании И может быть построена даже в бесснежную зиму Был бы мороз Сейчас на экране снимки дороги на земляном основании Слева в зимнее время И на снегу хорошо видны следы от шпор тракторных гусениц А справа дорога уже во время весенней утепели Центральная часть, покрытая рыхлым подтаявшим снегом Раскатана гусеницами трактора до самой земли А толстый лед в санных колеях, опирающийся на мерзлый грунт, еще держится И несмотря на плюсовые дневные температуры Движение саней по этой дороге будет возможно еще дней 10 А может и больше А вот на дорогах на снежном основании такой номер не прошел бы И еще один момент, касающийся зимней вывозки Это снежно-балочные дороги Такие дороги строились с середины до конца 20-х годов В основном в северных районах страны Смысл был в том, что на дороге, подобно шпалам На снежное основание укладывались бревна толщиной 8-9 см Засыпались сверху снегом и укатывались катком Расстояние между бревнами должно было быть около 60 см Чтобы полос саней опирался одновременно на три бревна шпалы Считали, что это не только повышает прочность дороги Но и замедляет ее разрушение во время утепелей Но при детальном исследовании выяснилось, что на участках с нормальным грунтом Прочность балочной дороги не отличается от прочности дороги на хорошо укатанном снежном основании При этом заготовка и укладка балок шпал удорожает строительство дороги в полтора раза И в дальнейшем укладку балок под снежное основание практиковали только на заболоченных участках Больших уклонах и качковатых поверхностях Спонтанное строительство и эксплуатация снежно-ледяных дорог силами отдельных леспромхозов Привело к тому, что практически каждая дорога имела свою конструкцию саней И свой парк дорожных машин В общих чертах они были похожи, так как делались по образу и подобию американских Схемы которых были опубликованы в книгах и журналах Но в деталях могли отличаться друг от друга достаточно сильно В результате сани зачастую оказывались слишком тяжелые и неповоротливые А дорожные машины малопроизводительны Да и цена на такие малотиражные изделия оказывалась чересчур высока Что тоже сказывалось на конечной стоимости вывезенного леса В северо-западной части страны на дорогах с конной тягой, например, были распространены Одноконные сани конструкции Леспромтреста с колеей 1200 мм И сани канадского типа конструкции отдела механизации Севзап Леспромхоза С колеей от 1000 до 1100 мм Пароконные сани с колеей в районе 2 метров Эксплуатировали в опытном порядке на Урале, в Сибири и Мурманской области Сейчас на экране вы видите чертеж таких саней конструкции Леспромтреста С шириной колеи 2200 мм Эксплуатация пароконных саней закончилась без особого успеха Потому что для них требовался постоянный конный обоз Из тренированных для работы в паре лошадей А содержать его Леспромхоза позволить себе не могли Из тракторных саней можно привести в качестве примера Сани Севзап Леспрома с колеей 3000 мм Которые делали своими силами в местных мастерских Такой же самоострой работал и на тракторных дорогах Мурманской и Московско-Казанской железных дорог Только колея здесь была 2400 мм А для опытной тракторной дороги Шеликовского учебного Леспромхоза Зимой 28-29 года Сани с колеей 2600 мм Кольерез и цистерны по чертежам инженера Флорова Заказали у ленинградской артели обоз Орудия для постройки и содержания снежно-ледяных дорог Так же как и сани Делались по принципу кто во что гораст Да, помните я обещал, что мы еще встретимся с необычными тракторами Тогда присмотритесь к этому снимку Он сделан зимой 28-29 года На Северной опытной станции И здесь видно, что колеерез тащит трактор Юба Тот самый трехопорный монстрик О котором я уже говорил в начале ролика Ну а теперь подробнее о дорожных машинах Леспромхозовского производства Треугольники индивидуального пошива Для очистки дорог от снега и первичной планировки Были в основном похожи друг на друга А вот катки различались уже достаточно сильно Малые катки из обрезка толстого бревна В основном были одинарными Но могли иметь и спаренные бревнышки-вальцы Еще больше различались по конструкции Большие катки с наборными барабанами из досок А на ряде дорог строили катки-волокуши У них барабан был разделен полозьями Которые продавливали при укатке выемки для будущих колей Калиерезы отличались еще большим разнообразием Потому что скопировать американский калиерез целиком Не всем было под силу А упрощение конструкции почти всегда приводило И к ухудшению результатов работы Но самый большой разнобой был с цистернами для поливки Они могли быть и на одинарных подсанках И на спаренных И с задним выпуском воды И с центральным И с ручным наполнением И с механическим А на некоторых дорогах Например на Московско-Казанской Внутрь бак цистерны вмуровывали печку Для подогрева воды И снижения обмерзания стенок Забегая вперед скажу Что в отличие от Америки У нас с нашими морозами Эти печки оказались практически неэффективными Для постройки ледянок в районах Где был затруднен подвоз воды Экспериментировали со снеготайлками И с жаровыми утюгами Вместо воды в них хотели использовать снег Который в процессе движения Растапливался бы печкой Существовало несколько экспериментальных машин Этих типов В частности на Урале и в Сибири Испытали снеготайлки Конструкции вне еды И инженера Чернявского А также утюги конструкции Инженеров Альбрахта и Рябинкина Но идея оказалась тупиковой Потому что маленькая печка Была не способна быстро растопить Нужное количество снега А печку нужного размера Не могла утащить ни одна лошадь Да и дров для нее требовалось Ого-го сколько Еще одна тупиковая идея Механическая снегоочистительная Метелка Ее круглые щетки Делались из проволоки Или из прутьев И приводились в действие Через зубчатые передачи Либо вручную Либо от специальных колес По замыслу создателей Эти щетки должны были Не только чистить ледяные колеи Но и полировать их Для лучшего скольжения полозьев Но на деле щетки Выметали только свежевыпавший снег Оставляя слежавшийся снег И грязь в колеях А для очистки Оказались более пригодны Либо треугольники на полозьях Либо подобие колеереза С узкими ножами Колейники Все это многообразие разнообразных Отрицательно сказывалось И на стоимости машины На их качестве Поэтому институт в НИИДе Провел работу по стандартизации И разработал типаж САНИИ дорожных машин Для снежно-ледяных дорог Смысл был в том Чтобы все металлические детали И паковки Делались большими партиями На заводах И распределялись По лесопромхозам А те В свою очередь По чертежам В НИИДе Делали бы Недостающие деревянные детали И собирали на местах Готовые машины Результатом этой работы Стало создание В двадцать восьмом году Нереверсивных тракторных саней В НИИДе моделей А С колеей Две четыреста И в НИИДе модели Б С колеей Три метра В двадцать девятом году Реверсивных тракторных саней На базе модели Б И нереверсивных конных саней С колеей Тысяча двести миллиметров С унифицированными деталями коника Которые получили Общее обозначение Модель В И в тридцатом году Саней модели Д Которые представляли собой Улучшенную модель В С цепными цепями В скобах на вальках И безопасными Откидными стойками коника В том же 1930 году В НИИДе улучшил И конные сани С колеей 1200 миллиметров Унифицировав их По ряду деталей С тракторными Эти сани получили Обозначение Модель Г Состав базового комплекта Дорожных машин Для снежно-ледяных дорог В НИИДе определил К концу 1929 года И разработал к ним чертежи В этот комплект входили Реверсивный треугольник Модели А Малый каток модели Б Большой каток модели В И каток волокуша Для дорог с колеей 1200 миллиметров Двухколейный колеерез И две цистерны Большая объемом 3 кубометра И малая объемом кубометр С четвертью Но типажи и чертежи Это конечно хорошо Однако новой техники На всю огромную страну Не хватало И не хватало от слова совсем Поэтому в НИИДе Зимой 30-31 года На территории Пушкинского Учебно-опытного лесничества В Московской области Провел опыты по вывозке леса Маломощными тракторами На крестьянских санях Целью этой работы Было привлечь для вывозки леса Простаивающие зимой Тракторы из окрестных колхозов И простые крестьянские сани-дровни Которые были в любом деревенском хозяйстве Для работ заказали комплекты сани С подсанками Усилили их обвязку И дооборудовали Подобием коников со стойками Дорожные машины Треугольник, каток Фасонную волокушу И две цистерны Изготовили своими силами А заодно испытали и три модели тракторов Шток, Руштан и Интернационал Со сменным гусеничным ходом Трактор Руштан в ходе испытаний Оказался непригоден для движения По зимним дорогам Шток показал себя еще хуже Это вообще была уникальная машина С двухцилиндровым двигателем И совершенно без подвески Оси колес у него крепились На подшипниках Непосредственно в гнезда лонжеронов рамы А вот Интернационал Со сменным гусеничным ходом Откатал всю программу замечательно И показал себя в работе С самой лучшей стороны Да и сама идея Тракторные вывозки На неокованных дровнях С узкой колеей Оказалась неожиданно удачной И даже имела в тот момент Ряд преимуществ Перед вывозкой на специальных санях Она позволяла с выгодой Использовать тракторы С мощностью 10-15 лошадиных сил На крюке Которые зимой Простаивали без дела В совхозах и колхозах 15-ти сильный интернационал Мог максимально утянуть поезд Из 13 груженных саней А сама дорога Оказалась проста В устройстве и обслуживании И совсем неожиданно оказалось Что для неокованных дровней Ее даже обледенять не нужно И крестьянские сани Ничуть не хуже Идут просто По укатанному снегу Не могу сказать Что тракторная вывозка На дровнях После этого эксперимента Стала повсеместной практикой Но время от времени Она то тут, то там Применялась И последний момент Относящийся к зимней вывозке Это грузовики-лесовозы Зимой 30-31 года Фины из уже упоминавшейся Концессии Репола Вуд Вывозили заготовленные Кареллесом бревна К финскому лесопильному заводу На автомобиле По бесколейной ледяной дороге На этой дороге Работал грузовичок Форт АА С коником вместо кузова Над задней осью И он был сцеплен крестообразно Цепями с пацанками Типа канадских саней А на ведущих колесах Были надеты цепи Противоскольжения По финским источникам Машина при расстоянии Возки 20 километров Делала 4 рейса в день Со средней нагрузкой 13,5 тонн за рейс И в целом Снежно-ледяные дороги Оказались для условий СССР Очень удачным решением В первом квартале 31 года По снежно-ледяным дорогам Было вывезено 66% леса От всего годового Объема вывозки Увы Практически вся эта вывозка Продолжала Осуществляться Конной тягой Гораздо хуже обстояли Дела в бесснежное Время года Вывозка леса Тракторами по грунтовым Дорогам Носила единичный Характер И на ней использовали Как правило Обычные Сельскохозяйственные Прицепы Например Такие Как Трех и четырехтонные Повозки Омского Херсонского Либо Новороссийского Заводов На Украине Правда Выпускалась Более-менее серийно Специальная Лесовозная Повозка Грузоподъемностью 5 тонн Но это Болотающая Конструкция Потому что Это двухосное Чудо Имело Железную Раму На ней Неподвижно Крепились Коники Со съемными Стойками И задняя Ось Передняя Ось Была Поворотной А колеса Состояли Из сплошного Металлического Диска Толщиной 13 мм И приклепанного К нему Обода Шириной 20 мм Все эти Безрессорные Телеги На железных Колесах Не были Рассчитаны На лесное Бездорожье А оттаявшие По весне Ручейки И болота Превращали Летнюю Вывозку На них В путешествие В экстрим Хотя Маленький Да удаленький Трактор Фордзон В летней Вывозке Тоже Сумел Поучаствовать В тресте Лен лес На Хвойнинской Лесомашинной Станции Фордзон На пневматических Шинах Использовали Для вывозки леса По грунтовой Дороге Полуприцеп Задней частью Опирался На пару Деревянных Тележных Колес А передний На укрепленные На заднем Мосту Трактора Подобие Седельно-сцепного Устройства И таким образом Прицеп дополнительно Нагружал Ведущие Колеса И увеличивал Сцепной Вес тягача Но в целом По стране Летний вывозка Леса Трактором Была скорее Исключением Чем правилом В то же время Наши инженеры И хозяйственники Имели очень Хорошее Представление О том Как вывозят лес По грунту В Америке Фотографии Американских И немецких Прицепов Лесовозов Регулярно Мелькали На страницах Специализированных Изданий Тех лет А в 1932 году Гослес Техиздат Выпустил книгу Тракторная Вывозка И трелевка Лесоматериалов На гусеничных Тележках И гусеничных Арочных Прицепках В ней Были подробно Описаны Конструкции Прицепов Разных фирм Плюс Тракторная Вывозка Леса На американских Гусеничных Прицепах В небольших Количествах Проводилась Даль-Леспромом На тракторах Клитрака Катерпилар С прицепами АТ и Электрик И Семзап-Леспромом На тракторе Линз С прицепами Той же фирмы Еще одна книга Опыты Транспортирования Лесоматериалов Гусеничным Трактором В районе Восточной Лесной Концессии КВЖД Вышла В 1929 В ней В ней был подробно описан Опыт вывозки Трактором Катерпилар С гусеничными Прицепами АТ и Эй В 1929 В районе Восточной Лесной Концессии КВЖД Напечатали Эту книгу В Харбине И насколько Это издание Было доступно Всем желающим В те годы Я не знаю Хотя Теоретически В библиотеках Она должна Была быть В общем и целом Все случаи Летние Тракторные Вывозки В годы Первой Пятилетки Из-за плохой Организации Были малоэффективны Основной причиной Тому Была низкая Нагрузка На тракторы Рейс Из-за Нехватки Специальных Прицепов И в связи С этим К 1932 Году Были разработаны Проекты Советских Гусеничных Прицепов Грузоподъемностью 5 и 10 тонн И начато Изготовление Опытных Экземпляров Но работы В этом направлении Активизировались Только к середине Второй Пятилетки Поэтому рассказ о них Будет в следующей серии Казалось бы Проблему Всесезонной Вывозки Можно было Решить Постройкой Ускоколейных Железных Дорог Но на практике Все было Не так просто В отличии от Америки Запасы леса На гектар У нас Невелики И составляют В среднем От 100 До 200 Кубометров Плотной Древесины И нет У нас Таких громадных Деревьев Которые Надо рубить Неделю Каждое А потом Переть Десяткам Лошадей Или мощным Паровозом Пасувших Лесопилки Объем Наших Бревен Из-за Маломерности Леса Составляет Около Трех Штук На Кубометр И Вдобавок В СССР Огромное Множество Сплавных Рек И Речек Так что Вывозка С делянки До Верхнего Склада Обычно Составляет От 10 До 20 Километров В таких Условиях Невозможно Сосредоточить Крупные Объемы Вывозки В одном Месте И Добавьте Сюда Еще Расположение Деловых Лесов В глухой Глуши С болотами Оврагами Буреломами И бабами Ягами При таком Раскладе Строительство Даже узкоколейных Железных Дорог Во многих Случаев Нерентабельно А Использование Тяжелых Паровых Или нефтяных Тягачей Просто Невозможно Да И не забываем Что в первой Пятилетке И рельсы Со шпалами И паровозы С вагонами Для них Продолжали Оставаться Большим Дефицитом Поэтому Лесовозные Узкоколейки Строили Только там Где требовалось Перевести Очень много Леса На большое Расстояние И в течение Минимум Десяти лет В остальных Случаях Рельсы С паровозами Отправляли На карьеры И на Рудники А в лесу Обходились Более бюджетными Решениями Но все же Несмотря на Дефицит металла В годы первой Пятилетки Построили 740 километров Лесовозных Узкоколеек А затраты На железнодорожный Транспорт Составили 23% От общей Суммы Затрат На механизацию Транспорта Леса Ну а теперь Подробнее Про более Бюджетные Решения Главным Из которых Стали Лежневые Дороги Их можно было Строить Из местных Материалов Без дефицитного Металла Они были Просты в устройстве И требовали Незначительного Количества Квалифицированных Рабочих Тяга была Конной Рамы вагонеток Делали из дерева А для колес Чаще всего Использовали Круглые чурбаки Подходящего диаметра С одной Или двумя Ребордами Насаженные На сплошные Ось Были правда Варианты И с наборными Щитковыми Или спецованными Колесами И с литыми Чугунными Но широкого Распространения Такое творчество Не получило Лежневые дороги Можно разделить На три типа Круглолежневые Круглолежневые Дороги Их профиль Сверху По конструкции Напоминают Железные Только вместо Металлических Рельсов Уложено Бревна Со снятой Корой А колеса Подвижного Состава Имеют Двери Борды Плосколежневые Дороги Их профиль В середине Отличаются Тем Что на них Вместо Круглых Бревен Используют Брусья Квадратного Или Прямоугольного Сечения Верхняя Плоскость Лежни может быть Окована Полосовым Железом А колеса Вагонеток Имеют Реборды Только с одной Стороны С внутренней Разновидностями Плосколежневых Дорог Являются Дорога Австрийского Типа Дорога Ведегрена И дорога Родрейл Но мы поговорим О них Немного Позже И наконец Пластинно-лежневые Дороги Их профиль Снизу Делают Из одного Двух Или трех Бревен С стесаной Верхней Частью Или просто Из досок По таким Дорогам Могут двигаться Обычные Телеги Или автомобили А зимой Еще и Сани Чтобы подвижной Состав Не сходил С лежней С одной Или с двух Сторон Устраивают Борта И в отличие От лежневых Дорог Предыдущих Типов Подвижной Состав Пластинно-лежневых Дорог Может спокойно Двигаться По обычным Грунтовым Дорогам В СССР Первые Круглолежневые Дороги Были построены В 29 Году В Пестовском Леспромхозе Ленинградской Области И в Заостровском И Мандрогском Учлеспромхозах Ладейно-Польского Округа Как раз Сейчас перед Нами На экране Круглолежневая Дорога Конструкции Лускача Мандрогского Учлеспромхоза С лежнями Из бракованных Бревен Постройка Этой дороги Длиной 4,5 Км Обошлась В 2322 Рубля В то время Как постройка Только одного Км Ускоколейки Стоила бы Около 25 тысяч Рублей То есть Вся дорога Обошлась бы Ну почти В 120 тысяч 2500 Против 120 Это Достаточно Серьезная Экономия Вагонетки На Мандрогской Дороге Были Совсем простые Из двух Поперечных Рам Для колес С наглухо Приделанным Брусом Коником И соединенных Парой Продольных Брусьев И цепной Крестообразной Стяжкой Колеса У этой Вагонетки Это Напиленные От бревна Чурбаки С двумя Ребордами Прихваченные По ободу Железным Обручем Почти Такая же Конструкция Была и У вагонетки Крестецкого Леспромхоза Незатейливая Рамы На чурбачных Колесах Каждая Из которых Вращалась На собственной Полуоси Несмотря На простоту И неказистость Возить лес По таким Дорогам Оказалось Намного Легче Чем вообще Без дорог И после Внесения Ряда Улучшений Лежневки Такого Типа Начали Строить По всей Стране И не только Для вывозки Леса Взгляните На пару Любопытных Фото Которые Я нашел В интернете Они Сделаны На строительстве Беломор Канала И на Первой Из них Классическая Лежневая Дорога С совсем Примитивной Вагонеткой Простой Площадкой На Чурбачных Колесиках А на Второй Фотографии Конструкция Вагонетки Практически Один В один Как На Крестецкой Лежневке И на Фото Очень Хорошо Видны И Чурбачные Колеса И Их Крепление К поперечинам Рамы Но Это Так К слову А Теперь Давайте Снова Вернемся В лес Сразу После Появления В лес Промхозах Лежневок Начались Попытки Их Улучшить Или Модернизировать В первую Очередь Это Коснулось Вагонеток Появились Проекты Замен Чурбачных Колес Металлическими Штампованными Из двух Половинок Посадки Колес На одну Ось Вместо Двух Полуосей Установки Поворотного Коника Но Из-за Отсутствия Средств Необходимых Материалов Реализовать В первой Пятилетке Не удалось Инженер Шмидра Предложил Вариант Вагонетки С безреборными Колесами Состоявшими Из двух Частей Цилиндрической И конической На прямых Участках Нагрузка На лежне Передавалась Цилиндрической Частью Колеса Коническая Лишь Препятствовала Сходу Вагонетки С пути А При прохождении Кривых Часть нагрузки Передавалась Конической Частью Что уменьшало Износ Лежней На Северной Опытной Станции Был Построен Успешно Испытан Экспериментальный Участок Дороги По проекту Шмидра Но Дальнейшие Работы Свернули Из-за Потери Актуальности Были И попытки Использовать Санный Ход На Круглолежневых Дорогах В 1930 Году В Николопавдинском Леспромхозе Была Построена Без металлических Скреплений На Круглые Поперечины Летом Вагонетки Передвигались На колесах С одной Ребордой А в зимнее Время Колесные Повозки Могли Быть Заменены На Санны С вырезами В полозе По типу Колесных Реборд Экономический Эффект От этой Дороги К сожалению Не оправдал Ожиданий И о Ее Дальнейшей Судьбе Мне Неизвестно В Пестовском И Мандрогском Леспромхозах Зимой 30-го Года Пытались Использовать Обычные Сани С ребордными Накладками На полозьях Сконструировали Даже Специальные Дорожные Орудия Для зимнего Времени Каток И Снегочиститель У которых Были Полукруглые Вырезы На Барабане И полозьях И Используя Этот Опыт На Круглолежневой Дороге Силогорского Лесопункта Новгородского Леспромхоза Зимой 31-32 Года Инженер Барчугов Опробовал Улучшенные Варианты Сани Двух Типов С Однореборным И Двухреборным Полозом Однако В результате Эксплуатации Было Установлено Что При Нагрузке На Сани Более Пяти Кубометров Лед На Лежних Раскалывается И Выкрашивается В Итоге После Ряда Неудачных Попыток От Использования Сани На Округлолежневых Дорогах Отказались Самым Эффективным Новшеством Для Округлолежневых Дорог Оказалась Вагонетка Инженера Альберта Это Была Облегченная Металлическая Вагонетка Состоявшая Из Рамы И Двух Полускатов Со Штампованными Колесами Рама Вагонетки Была Разборной Для Возможности Ее Переноски С одного Пути На Другой Потому Что Альберт Предполагал Использовать Своё Изобретение Не только В лесу Но и На Подвозных Путях Предприятий И на Складах И в Строительстве Для Использования На Вывозке Леса Вагонетку Альберта Модифицировали Увеличили До 300 Миллиметров Диаметр Колес И сделали Неразборную Деревянную Раму С Кониками Два Варианта Таких Тележек Двухосная Грузоподъемностью Две И Четырехтонные Четырехосные Были Изготовлены Опытные Партии И успешно Испытаны В леспромхозах Ленинградской Области В Третьем И Четвертом Кварталах Тридцать Второго Года Для Механизированной Вывозки На Четырехосной Вагонетке Альберта По Круглолежневой Дороге В декабре Тридцать Первого Года Испытали И оригинальный Мотовоз Из Колесного Каждого Колеса Крепили Диски Из металла Толщиной 6 Миллиметров И Диаметром На 3-4 Сантиметра Больше Чем Диаметр Покрышки Таким Образом Получалось Что Трактор Ехал На Двух Реборных Колесах С Резиновой Центральной Частью Диски Весили 350 Килограмм И Сами По Себе Уже Неплохо Увеличивали Сцепной Вес Такого Ирзас Мотовоза А Чтобы Увеличить Его Еще Больше Механик Першаков Предложил Смонтировать На Заднем Мосту Трактора Сцепную Скобу С винтом При Прицепке Вагонетки Скоба Вращения Винта Приподнималась Отрывала Первую Ось Вагонетки От Лежни И Часть Ее Веса Передавалась На Ведущий Мост Мотовоза И После Такого Усовершенствования Тяга Трактора Мотовоза На Крюке Возрастала До 650 Кг На Мокрых Лежнях И 1300 Кг На Сухих Теперь Давайте Посмотрим На Плосколежневые Дороги Верхние Внутренние Плоскости Лежни У них Плоские Иногда С Железной Полосой Или Шиной Сверху А Колеса Вагонеток С Одной Ребордой Как У Классических Железнодорожных Вагонов В Совсем Редких Случаях На Лежни Вместо Металлической Полосы Могут Крепить Легкие Рельсы Но Это Уже Совсем Экзотика И Сейчас Мы Рассматривать Не Будем Первые Плосколежневые Дороги В СССР Костоватовская И Закамская Были Построены В 29 Году В Сарапульском Леспромхозе Лежни На Них Были Сделаны Из Уложенных Нашпалы Из Кругляка Распиленных Вдоль Бревен С Прибитой К плоской Поверхности Шины Из Полосового Железа Двухосные Вагонетки С Древянной Рамой И Поворотными Кониками Катались На Чугунных Литых Колесах Эта Дорога Была Дороже Круглолежневой В 2-2,5 Раза При Постройке Но В Те же 2-2,5 Раза Эффективнее В Повысить Эффективность Такой Дороги Можно Было Заменив Конную Тягу На Механическую Потому Что Запас Прочности Вагонеток Позволял Грузить И 6 Кубов Но Лошадь Столько Бу Не Увезла А Мотовозы Были Дефицитом И Реализовать Все Возможности Этой Дороги Так И Не Смогли Как Разновидность Плосколежневой Дороги Можно Рассмотреть Дорогу Австрийского Типа Как Следует Из Названия Впервые Такая Дорога Была Построена В Австрии А Ее Особенностью Было Отсутствие У колес Вагонеток Реборд А Чтобы Вагонетки Не Сходили С Лежней К Балкам Осей Снизу Были Прикреплены Ролики Катались По Вертикальной Внутренней Плоскости Лежня Несколько Дорог Австрийского Типа С упрощенными Вагонетками И конной Тягой Построили В южных Районах СССР Но Они Оказались Сложными И ненадежными И в дальнейшем От них Отказались В целом Плоско-лежневые Дороги С металлической Шиной И конной Тягой Из-за Сложности И дороговизны В сравнении С другими Типами Лежневок В первой Пятилетке Широкого Распространения Не получили А позже Стали Неинтересно Потому что Началось Массовое Производство Рельсов И подвижного Состава Для Узкоколейных Железных Дорог И дековелик И наконец Третий Тип Лежневок Пластинно-лежневые Дороги Их Лежни Это доски Или распиленные Вдоль бревна Уложенные Плоской поверхностью Вверх На деревянные Шпалы А вдоль Лежни Сделаны Борта Которые Препятствуют Сходу Подвижного Состава С дороги А позже С развитием Вывозки На автомобилях Появились И безбортовые Пластинные Лежневки Летом На таких Дорогах Используются Обычные Крестьянские Или специальные Телеги А зимой При засыпке Лежней снегом Или покрытие Льдом Двухполозные Сани Телеги Или сани Могут двигаться И по обычным Грунтовым И снежно-ледяным Дорогам Поэтому Пластинно-лежневые Участки Можно устраивать Только в сложных Местах И общая дальность Вывозки По таким Дорогам Может быть Значительно Увеличена В 1930 году В Иковском Транслесхозе Пермской Железной Дороги Была построена Опытная Пластинно-лежневая Дорога Система Силантьева С колеей 1200 мм Летом На дороге Работали Двухосные Телеги С колесами Одинакового Диаметра Грузоподъемностью До 4 кубометров А зимой Сани В НИИДе Лежни Сначала имели Бортики С двух сторон Но во время Эксплуатации Выяснилось Что внешний Бортик Является Лишним И сейчас На снимке Слева Вы видите Дорогу С двумя Бортами А на снимке Справа Уже с одним А здесь Запечатлен Момент Строительства Дороги И видно Как рабочие К лежню Из половинки Толстого бревна Пришивают Внутренний Бортик То ли из доски То ли из бруска Опять же В 1930 году В Уренском Леспромхозе По трассе Бывшей Конно-Ледяной Дороги Была проложена Пластинно-Лежневая Дорога Системы Леонова С вывозкой На обычных Телегах И почти Сразу Стало ясно Что обычные Крестьянские Телеги Для пластинно-Лежневых Дорог Не подходят Потому что Они имеют Небольшую Грузоподъемность Из-за колес Разного диаметра У них затруднены Погрузка И разгрузка А узкие обода Режут и портят Лежни И в начале По созданию Специальных Лесовозных Телег Трест-Урал-Лес В 31-м году Сконструировал Телегу Грузоподъемностью Три тонны С использованием Стандартных Деталей Одноконных Саней Типа Северной Опытной Станции Ее испытали В Толицком Леспромхозе Одновременно С телегой На деревянном Ходу Конструкции Инженера Ярахтина А одной Из лучших Подобных Конструкций Стала Двухосная Трехтонная Телега Колеса Одинакового Диаметра Жестко Скрепленные С рамой Коники И поворотные Оси И в дальнейшем Эта конструкция Легла в основу Типовой Телеги Цнейме В то же время В Тихвинском Леспромхозе В 31-32 Годах Провели Исследование Четырехосной Или как тогда Говорили Восьмиколесной Телеги С колесами Малого диаметра В зависимости От упитанности Лошади Эта телега Везла От 4,5 До 5 После удачных Испытаний Тихвинский Леспромхоз Приступил К массовому Производству Таких телег Для собственных Нужд А еще Получил Отряда Трестов Запросы О высылке Чертежей Телеги И описание Принципов Ее работы Пластинно-лежневые Дороги В отличие От круглолежневых Оказалось Удобнее Эксплуатировать И зимой Для движения По ним Подходили Обычные сани Без переделок Главным Условием Было Совпадение Колеи И лед На широкой Плоской Поверхности Держался Гораздо Лучше Чем На радиусах Круглых Лежней И в некоторых Леспромхозах Для очистки Пластинно-лежневых Дорог От заносов Сконструировали И специальные Колеи Очистители Теперь давайте Посмотрим На попытки Использовать На лежневых Дорогах Механическую Тягу Самое Простое Пустить По пластинно-лежневой Дороге Трактор На пневматиках Или грузовик Вот это фото Я нашел В интернете Не знаю Когда и где Оно сделано Но если Увеличить Центральный Фрагмент Можно Разглядеть Фортзон На пластинно-лежневой Дороге В сцепе С двухосной Телегой Автомобили На вывозке леса В СССР Впервые Применили На Вилго-Шуйской И Лососинской Дорогах Карельской Опытной лесной Станции В тридцать первом Году Причем Сразу На дорогах Двух типов Пластинно-лежневой И снежно-ледяной Грузовики Форт АА И АМУ-3 Летом Работали В сцепе С одноосными Колесными А зимой С санными Прицепами Для сокращения Простоя машин На погрузке И разгрузке Зимой Пробовали Таскать машинами Как тракторами С сцепы Из сани И подсанок Но Для работы С сани С полной Загрузкой Сцепной Вес Грузовика Оказался Недостаточен Очень заманчиво Выглядела Перспектива Создать Мотовозы Для округлолежневых И плосколежневых Дорог Как это делали За рубежом Инженер Петр Школьник В 25-м году Даже издал Брошюру Трактор Фордзон На рельсах Где обобщил Данные По подобным Конструкциям Которые Выпускались В североамериканских Соединенных Штатах Однако В наших Условиях Когда массовый Выпуск Даже обычных Тракторов Шоу со скрипом Делать серийно На их базе Мотовозы Для лежневых Дорог Было непозволительной Роскошью И эту тему Закрыли Хотя силами Местных мастерских Отдельные Экземпляры Фордзонов Все-таки Переоборудовали Для движения По рельсам Но сейчас Найти по ним Информацию К сожалению Практически Нереально Весьма заманчивой Казалась и Дорога системы Ведегрена Изобретенная В Швеции В конце 20-х На ней По деревянным Лежним Двигались Мотовозы С обрезиненными Колесами Которые Делались На базе Обычных Грузовиков Реборту Колес Не было А чтобы Мотовозы И прицепы Не сходили С лежней На одном Из колес Каждой оси Крепилась Каретка С роликами Которые Обхватывали Лежень С боков На подобии Того Как это было На дороге Австрийского Типа По заверению Изобретателя Благодаря Обрезиненным Колесам Скорость Движения На такой Дороге Могла Достигать 30 Км В час А износ Лежней Оказывался Ничтожно Малым И они Должны Были Служить По 6-7 Лет В качестве Эксперимента В Павлиновиноградовском Леспромхозе Северного Края Была Построена Усть Военгская Дорога Система Видогрена Протяженностью 22 Км С мотовозами На базе Трактора Форзун Путиловиц Однако В ходе Испытания Выявили Целый ряд Ее Недостатков По сравнению С другими Типами Лежневок А приговором Стала Стоимость 5000 рублей За километр Дороги И от 350 до 500 рублей За Вагонетку После чего Дороги Видогрена В СССР Больше не Строили И еще Об одном Эксперименте По моторизации Лежневок Не могу Не сказать В этой серии Так как Он начался Прямо Под занавес Первой Пятилетки Речь идет О Емцовской Лежневой Дороге С электротягой Которую Спроектировали В рамках Плана Электрификации Лесной промышленности Северного края Дорога Должна была Обслуживать Заготовку леса В двух Отдаленных От сплавных Рек Массивах С запасами Около 5 миллионов Кубометров Древесины Тяга На основном Пути Предполагалась Электровозная От Трехфазной Контактной Сети А на подъездных Усах Мотовозная Кроме того Электричество Предполагалось Использовать Для питания Пилолебедок На делянках И погрузочных Кранов На складах Для его выработки Построили Электростанцию Мощностью 220 киловатт Для дороги Спроектировали Четырехосный Электровоз И двухосный Мотовоз С двигателем Коммунар И газогенератором Ведущие колеса Этих машин Были обрезинены Двухосные Вагонетки Грузоподъемностью Шесть тонн С деревянными Рамами И чугунными Литыми колесами Предполагалось Строить в двух Вариантах С тормозами И без Работы по Электрификации Емцовской дороги Начались в Тридцать первом Году Пуск дороги Наметили на Тридцать четвертой Ну а что Из этого Получилось Посмотрим В следующей серии По факту Самым Работоспособным Вариантом Моторной Лежневки В первой Пятилетке Оказалась Дорога Родрейл Родрейл Диковильном Пути Который Тянет Трактор Главное Условие Колея Рельсового Пути Должна быть Не слишком Велика Чтобы вся Дорога Вместе Со шпалами Помещалась Внутри Гусениц Трактора И он Не портил Их Придвижение Для трактора Коммунар Колея Рельсов Или Лежней Не должна Была Превышать 500 Миллиметров А для Катерпиллера Он же Будущий ЧТЗ Она Могла Составить 750 Миллиметров Как на Стандартной Узкоколейке В Северном Научно-исследовательском Экспедиционном Управлении Разработали Проект Дороги Рудрейл С колеей 500 Миллиметров И в 1931 году В подмосковном Леспромхозе Близстанция Лось Силами Института Внеиде И Северного Управления Построили Опытный Участок На нем Испытали И железные Рельсы И деревянные Лежни С оковкой Металлической Полосой Потому что В проекте Сеть Рудрейл Могла Сразу Строиться С рельсами Обоих Типов С металлическими На главных Участках И деревянными На усах Опыты Оказались Удачными И дороги Рудрейл Были включены В программу Строительства Нарком леса На 1932 год В количестве 10 дорог Общей протяженностью 200 километров Но цифры Эти остались На бумаге А по факту На 1 января 1933 года По Нарком лесу Было всего 44 километра Дорог Типа Рудрейл Лежневые дороги Виделись дешевым И практичным Решением Транспортной Проблемы В условиях Дефицита Металла Поэтому 25 марта 1931 года Совет труда И обороны Издал директивное Указание О строительстве Лежневых дорог В котором Среди прочего Значилось К концу Второго квартала Текущего года Должно быть Построено И сдано В эксплуатацию 5000 километров Лежневых дорог И не менее 500 километров Подвесных Однорельсовых Несколько позже 9 августа 1931 года Такое же Распоряжение О применении На подъездных Промышленных путях Деревянных рельсов Вместо стальных Было дано Президиумом Совета народного Хозяйства За период 1931-1932 годов Объем капитала Вложения В Лежневые дороги Занимал Второе место Уступив В 1931 году Конно-Ледяным 17 тысяч Против 20 тысяч Рублей А в 1932 году Ускоколейным Железным 10 тысяч Против 13 тысяч Казалось бы При такой поддержке Государства Лежневые дороги Должны были За пару лет Решить проблему И летние вывозки И зимние Однако Не тут-то было Из-за консерватизма Многих работников Лесной отрасли И отсутствия У них опыта В 1930 И в 1931 году Лежневки строили И как попало И где попало Без какого-либо Расчета Экономической Эффективности Могли построить Дорогу к массиву С незначительными Запасами Древесины В результате Деньги Через месяц Потрачены А возить По почти Новой Еще крепкой Дороге Было уже Нечего Могли Построив Дорогу Внезапно Осознать Что для ее Работы В полную силу Нет достаточного Количества Лошадей Или телег С вагонетками Или того И другого Сразу Или телег С лошадьми Хватает Но они часами Простаивают В ожидании Погрузки Потому что Никто не заботился Тем Чтобы с вырубок Вовремя Подтрелевывали Бревна Поэтому В начале 30-х Основной упор Делали на Пластинно-лежневые Дороги Хотя они И были Дороже Круглолежневых И причин Для такого Предпочтения Было Несколько Одна из них Отсутствие Необходимости В специальных Дорогам Ездят Обычные Телиги Которые Могут Без перегрузки Продолжать Движение По обычной Грунтовке В случае Примыкания К ней Лежневке Другая Причина Переход Пластинно-лежневой Дороги На самую Вывозку Не создает Никаких Проблем Нужно Только укатать На лежних Снег И при необходимости Залить его Водой Ну а как Обстояли Дела со Строительством Лежневок И вывозкой По ним В цифрах Вы можете Видеть Из табличек На экране Ну и В завершение Темы Транспорта Леса Вишенка На торте Советский Лесовозный Монорельс Или по-научному Навесная Однорельсовая Дорога В прошлой Серии Я не стал Вдаваться В их Историю Подробно Поэтому Сегодня Начну Рассказ Издалека А не С 28 Года В Европе Этот тип Дорог Был хорошо Известен И распространен Там Системам Пальмера Лартига Костеля А Отечественная История Этих Дорог В основном Связана С именами Инженеров Диканского Волковского И Андреева Причем Пальма Первенства В этом Списке Безусловно Принадлежит Сергею Диканскому Он Получил Первый Опыт Работы С Однорельсовыми Дорогами На Строительстве Восточно Китайской Железной Дороги Еще В 901 902 Построил Три Лесовозные Дороги В Маньчжурии Далее Диканский Получил Патент На Однорельсовую Вагонетку Собственной Конструкции Сначала В 912 Году В Германии А позже В 914 И в России И с 12 По 15 Год Под его Руководством Построили Пять дорог Для перевозки Угля и камня В районе Донбасса Далее Диканский Строит Несколько Дорог Для перевозки Дров В 17 Году Нижнетагильскую В 18 Дуровскую В 19 Арсакскую И в период С 20 По 23 Год Синягинскую Дороги Диканского Осмотрели Несколько Комиссий В том числе Комиссии Центрального Управления Топлива И Народного Комиссариата Пути Сообщения И все Дали им Высокую Оценку Это Далось Тему К расширению Строительства Однорельсовых Дорог И до 26 Года Были Спроектированы И построены Около Десятка Веток В частности Черемшанская И Солочинская Все эти Дороги Были С конной Тягой И работали На них Вагонетки Конструкции Все того же Диканского В то время Как Диканский Проектировал И строил Сами дороги Инженер Волковский Озадачился Проблемой Перевода Их На механическую Тягу В 26 Году Он спроектировал Для Черемшанской Дороги Несколько Типов Мотовозов Один Из этих Построен Ходовой Экземпляр Однако Поработать Ему Пришлось Не на Черемшанской А на Реткинской Опытной Ветке Института Торфоведения Для перевозки Торфа На этой Дороге Использовали Вагонетки С опрокидными Кузовами Которые Как и Мотовоз Спроектировал Волковский Это было В 1926 Году А годом Позже В 1927 Работавший На Солочинской Дороге Инспектор Механизации Лесозаготовок Михаил Андреев Предложил Свою Конструкцию Мотовоза С автомобильным Двигателем Джеффри Мощностью 18 лошадиных Сил После Недолгой Опытной Эксплуатации И усовершенствования Ряда Узлов С осени 28 Года Движение На Солочинской Дороге Окончательно Перевели С конной Тяге На мотовозную Одновременно Модернизировали И вагонетки Диканского Потому что Для мотовозной Тяге На них Потребовалось Поставить Тормоза Буфера И сцепные Приборы Андреев Оказался Весьма Талантливым Конструктором И по его Проекту В 29 Году Была построена Одна из Самых Совершенных На тот момент Однорельсовых Дорог Красноярская По названию Можно подумать Что она находилась В Центральной Сибири Но это Не так На самом деле Эта дорога Длиной 38 километров Была расположена В Нижегородской Области Близ поселка Красный Яр Подвижной Состав На этой Дороге Был полностью Сконструирован Андреевым А особенностью Красноярской Дороги Было то Что эстакада Выходила В затон Реки И вагонетки Разгружали Бревна Прямо В воду Соответственно Дальше Их связывали В плоты И сплавляли Вниз По течению В связи С этим Вагонетки Были оборудованы Механизмом Автоматической Разгрузки И кроме Вагонеток Андреев Построил Для этой дороги Еще и Три мотовоза С двигателем ОМОИ В 15 И ленточным Тормозом После перевода На мотовозную Тягу Однорельсовые Дороги Оказались Настолько Эффективны Что в 31 году На основании Постановления Совета Труда И Обороны Союз Леспром Приступил К подготовке Постройки Тысячи Километров Таких Лесовозных Дорог С одновременным Переходом К массовому Производству Для них Подвижного В качестве Типового Мотовоза Институт Снееме Использовал Мотовоз Андреева Заменил Двигатель ОМОИ В 15 На более Мощный ОМО3 И рекомендовал В 32 году Эту конструкцию К серийному Производству Под индексом МПА5 Одновременно Снееме Разработал И испытал На Явлашевской Дороге Упрощенный Вариант Этого Мотовоза МПА4 Который Был приспособлен Для Полу Кустарного Производства В местных Мастерских Таким Образом В сфере Механизации Транспорта Леса Жизнь В годы Первой Пятилетки Бурлила Ключом И била Фонтаном Но В связи С массовым Строительством Механизированных Путей Для вылазки Особенно Остров Стала Проблема Трелевки Ни трактор С тяжелыми Санями Ни тем более Паровоз С вагонами Физически Не могут Заехать Для погрузки На каждую Делянку А значит Для обеспечения Нормальной Работы Лесовозной Дороги Нужно Вовремя И в достаточном Количестве Подвозить Срубленные Деревья С делянок К пункту Сведут На нет Все плюсы Механической Тяги И вот тут Как раз И было Слабое Место Потому что Срубленные Деревья С делянок Повсеместно Вытаскивали При помощи Лошадок Либо На дровнях Либо Просто Волоком Трелевка Волоком Требует Слишком Много Усилий Потому что Передний Конец Бревна Все время Норовит Зацепиться За какой Ни пенек Или сучок А то И вовсе Зрывается В землю Пробовали Подкладывать Конечно Под передний Конец Бревна Лыжи Или Козырьки Но Все равно Для лошади Это была Очень большая Нагрузка И работа Шла медленно Трелевка На дровнях Тоже не была Решением Проблемы Если она Производилась На одних Дровнях То Волочащийся Конец Бревна Быстро Разрушал И без того Хлипкую Дорогу Лесозаготовительные Организации При заключении Договоров С крестьянами Пытались Ставить Непременным Условием Воску Только с Подсанками Но Большинство Крестьян Не были Настолько Богаты Чтобы иметь Их В своем Хозяйстве Да и Увязка Бревна На санях С подсанками Требовала Вдвое Большего И времени И сил Поэтому Крестьяне Всячески Старались Избегать Таких Проблем И в связи С этим В отдельных Леспромхозах Проблему Механизации Трелевки Пытались В конце Тридцать Второго Года Сконструировал Для подвозки Бревен Сани С самопогрузкой Их полозья Соединялись С верхней Площадкой Очень высокими Копыльями А на торце Самой площадки Был установлен Ворот С храповым Механизмом И цепью Для захвата Бревна Сани Подводились К торцу Бревна Под бревно Заводилась Цепная петля В отверстие На барабане Вставлялся Ломик И вращая Им как Рычагом Барабан Конец Бревна Приподнимали Над землей И тащили К месту Разгрузки Такие сани Хотя и сильно Облегчали работу По погрузке Бревна На делянке Но проблему Порчи дороги Волочащимся Концом Не решали Были еще Попытки Использовать На трелевке Вагонетки Альберта О которых Я уже говорил Облегченный Лежневый путь Для них Собирался Из небольших Звеньев Как обычная Диковилька А грузили На вагонетку Не больше Кубометра Так что Ее можно было Без особого Труда Вручную Дотолкать До основной Лежневки После нескольких Экспериментов С такой подвозкой В леспромхозах Ленинградской Области От нее Отказались Потому что Образно говоря Овчинка Не стоила Выделки А вот Тракторная Трелевка Была делом И эффективным И перспективным Первое Серьезное изучение Процесса Тракторной Трелевки Произошло Под занавес Первой пятилетки Используя Трактор СХТЗ 1530 Стрелевал С площади Около 4 гектаров Порядка 600 кубометров Свежесрубленных Сосновых Бревен На расстоянии От 100 До 500 Метров Работу Проводили Практически Всеми Известными Тогда Способами Просто Волоком С захватом Чокерами С захватом Клещами А также С использованием Подкладных Металлических Листов Пенов Или Конусов Исследование Процесса Трелевки Продолжили И в следующем 1933 Году Но это Уже тема Ролика Про вторую Пятилетку А на сегодня Мой рассказ Закончен Осталось Только Подвести Итоги Отдельные Успешные Опыты Механизации Транспорта Леса В годы Первой Пятилетки Не носили Массового Характера И не особо Повлияли На уровень Механизации Лесозаготовок В целом По стране Несмотря На активное Продвижение Тракторной Железнодорожной Тяги Основным Двигателем На лесозаготовках Продолжали Оставаться Лошади Со Строительством Усовершенствованных Типов Лесовозных Дорог Дела Тоже Шли Не лучшим Образом Что В конечном Счете Сказалось На объеме Полученного Страной Леса Как Обстояли Дела С механизацией Вывозки Леса На конец 31 Года Можно Увидеть Из таблички Которые Сейчас На экране Союзу Справа Данные По распределению Вывозки По типам Тяги И дорог По Главлеспрому Такая Ситуация Была Совершенно Неприемлема Для Развивающейся Бурными Темпами Страны И И Исправить Ее Предстояло Во второй Пятилетке О чем И пойдет Речь В третьем Ролике Краткое Содержание Следующей Серии В Челябинске Начинается Выпуск Советского Катерпилора И в лес Расползут вереницы Современных Мощных Гусеничных Тракторов Инженер Яков Гинсбург Создает Однополозные Сани Грузоподъемностью 20 тонн Одновременно Начинается Ускоренная Разработка Колесных И гусеничных Прицепов Для летней Вывозки А также Приспособлений Для тракторной Трелевки На железные Дороги В большом Количестве Начинают Поступать Отечественные Мотовозы И специализированные Лесовозные Вагоны Сцепы Новые Грузовики ГАЗ-АА И ЗИС-5 Все чаще Можно встретить На лесозаготовках И появление В лесу Такого Большого Количества Машин Дает импульс Для начала Крупносерийного Производства Их Газогенераторных Модификаций Ну и Бурный Рост Транспорта Леса Приводит К тому Что Активно Начинают Развиваться И погрузочные Машины В частности Краны Дерики В общем Продолжение Следует Ставьте лайки Если вам Понравилось Подписывайтесь На канал Чтобы не пропустить Новости И до встречи В следующих Роликах И в следующем Году Всех С наступающим Новым Годом Всем пока